Доброе утро дорогие мои, мы снова у пруда, снова утро и слава богу мы пока еще живы, потому что сегодня полторы сотни людей погибнут на дорогах России. Мы как-то с удивлением и с большим ажиотажем иногда встречаем отдельные смерти отдельных людей и не замечаем, что каждый год у нас на дорогах погибает больше двадцати тысяч людей, двадцати тысяч людей и по всем статистикам, ну не в большинстве преступлений, но в огромном количестве аварий виноваты пьяные, при этом все равно надо понимать, что за рулем их в процентном количестве ну скажем один к ста или один к тысяче. Большинство садится все-таки за руль трезвыми, а совершают преступления на дорогах, ведущие к гибели людей, к инвалидизации, к инвалидности людей, а это тоже огромная проблема. У нас еще в два-три раза больше инвалидов становится на дорогах, и это в основном молодой возраст, трудоспособный возраст, который переходит в инвалидность и встает на попечение государства. И кто в этом виноват? Вот в данном случае очень заострен вопрос, убийца ли Ефремов и что он за это должен получить. Я не знаю, что он получит и как его признают, убийца или нет. У нас очень бывают странные случаи. Я помню, участвовал несколько лет назад в случае, когда байкер в Сергоем Посаде подъехал к магазину, поставил свой мотоцикл. На мотоцикл носили дети продавца магазина, в котором он что-то покупал. Он вышел на порог и начал им кричать, что отойдите, не залезайте на мотоцикл. Подошел отец и сказал, что ты кричишь на моих детей и ударил этого байкера. Байкер умер и пошел процесс наказания этого убийцы. Тогда большой вереницей все байкеры Москвы въехали в Сергиев Посад, разговаривали со следователем, потому что там начали сразу заминать дело и пообещали им, что следствие будет праведным. Но этот продавец пропал, сбежал. И его ловили два года. Хотя все окружающие говорили, да он никуда не сбежал, он здесь, что вы его здесь не возьмете. Но через два года все-таки взяли. Не волнуйтесь, за Леонида пришло уже, человек 300 точно. Вот они сейчас здесь стоят, даже больше. И еще подъезжают. Конечно, да. Никто не будет забыть, ничто не будет забыть. И судили. И присудили, что байкер упал и ударился головой и от этого умер. А этот продавец не сильно в этом виноват. Да, он ударил его, но это такое мелкое, можно так сказать, хулиганство. И ему за это полагается два года. Которые, в принципе, уже прошли, поскольку следствие два года и шло. И его выпустили прямо в зале суда, по-моему, или дали условного. Ну, в общем, за это время и за время суда умер от инфаркта отец. Были потрачены огромнейшие деньги на адвокатов. А виновным не оказалось. Я боюсь, что с Ефремовым будет примерно так же. Раз хорошие там адвокаты, то могут его и невменяемым посчитать, и разметку недостаточно видимой посчитать, ну и так далее, там подобное. Поживем, увидим. Но у нас с вами, конечно, вопрос о моральном и социальном значении этой смерти, этого ДТП, этого случая, этой гибели человека. И мы должны с вами разобраться, действительно ли один человек виноват в этой гибели. Или все-таки есть еще те, кто в этом соучаствует. И если мы хорошенечко начинаем разбираться, то гибель на дорогах входит в состав социальной гибели людей. То есть мы с вами согласились на то, что на дорогах начнут гибнуть, когда согласились, что по дорогам начинают ездить автомобили. Они уже был, вид транспорта опасный, и все знали, что будем гибнуть. И чем больше у нас автомобилей, чем больше у нас дорог, чем выше у них скорость, тем мы знаем, что гибельность увеличивается. Ну, правда, там, где принимают меры, она, конечно, может и сокращаться, если правильные принимают меры. Но в целом, в мире каждый год погибает несколько миллионов человек от ДТП. И мы, в общем-то, считаем, что ну ладно, так это уж пусть идет, зато мы ездим на машинах, зато нам все классненько и у нас все хорошо. Поэтому, если мы начинаем искать, кто из соучастников этого преступления, то мы все вместе это точно. Потому что мы уже согласились, что такое может быть. Дальше. А дальше уже более узкие, так называемые участники и соучастники появляются. Как положили эту дорогу, как сделали разметку, как следят за соблюдением этих прав. У него, у Ефремова в этом году уже 11 грубейших нарушений, в том числе и с выездом на встречную полосу. Но почему-то он за рулем. Простому, как говорится, смертному давно бы все права отобрали и всего лишили и все остальное. Значит, кто-то есть еще из соучастников. Каждый, кто составил протокол, а потом решил, что только штраф, уже соучастник этого преступления. Уже соучастник этого преступления. Ну и, конечно, сам Ефремов. Сколько таких Ефремовов каждый год, каждый день на дороге? Да, увеличили сроки там до 12 лет сидения за убийство на автомобиле. Но почему они не боятся? И я вам отвечу, да и вы сами знаете эти ответы. Во-первых, не на всех это распространяется. Там вот случай, что мальчика сбил на машине, судили-судили офицер полиции. И кончилось с тем, что мальчик сам сбился. Сам налетел на эту машину. Хотя там по всем обстоятельствам он его реально сбил. Ну и так далее. То есть, не всех касается этот закон, а значит, кто-то может его нарушать. Какая-то часть убьет людей, зная, что закон к ним применяется по-другому. Нарушители. Ну, слушайте. Да, всё стало жёстко, всё стало больше, но только увеличились взятки. Я вообще не знаю, как с этим бороться. Я езжу на попутках, и иногда останавливаются хорошие машины. Хорошие машины не могут ехать там, где установлено, например, иногда 20 километров ставят и знак забывают. Она просто не может 20 километров ехать. Она и 40-то с трудом едет, её нужно совсем сдерживать на тормогах. Но останавливают. И что? Деньги в карман. Я не знаю, как это всё сорганизовано. Так что, вроде, должны друг за другом следить, какие-то там контроли, какие-то контроллеры вывешивать. Но я за последние три года видел три случая. И один очень серьёзный, с большой там... Ну, как серьёзный? Вот, въехал на встречную полосу. Никого не было. Далеко никого не было. Полосы практически не видать. Перед этим кто-то там выезжал, и поэтому было непонятно, можно или нет. 30 тысяч. Езжай дальше. Либо права на полку. Так что, соучастники, те, кто так организует, соучастники, соучастники, сочувствующие Ефремову, пытающиеся доказать, что он всего лишь наркоман, он неадекватный. Давайте его в лечебницу вместо тюрьмы. И всё остальное. Почему каждому так пойманному, пьяному за рулём, а с наркотиками почти совсем не ловят? Поскольку доказать, что он под наркотическим обьянением почти невозможно. Он может дуть, если, как сейчас пишет Корнаухов, что мода на дорогие синтетические наркотики в элите. Они же не обнаруживаются. Ряд наркотиков даже официальным тестом не обнаружатся, потому что они уже вне списков официального теста. И поэтому я считаю, что у нас наркоманов-то больше за рулём, чем алкоголиков. А думаете, они себя ведут адекватно? Думаете, они вписаны, что пьяный за рулём сделал это ДТП? Конечно, нет. Конечно, нет. Это в эту статистику даже не войдёт. И поэтому, те, кто вот так сочувствует... Ну, вы хотя бы немножечко представьте, что Захаров наехал на Ефремова вот в таком виде. И вот так встретил это ДТП, ходя вокруг этой машины и разговаривая о том, что он всех вылечит. Что бы было с Захаровым и его семьёй? А чем Захаров хуже Ефремова? Там все восхищаются талантом и всё остальное. У меня лично его талант вообще никакого восхищения не вызывает. Играть самого себя, то есть играть алкоголиков, опущенных и обиженных и всё остальное. Это самое простое, что может каждый. Каждый. И заплатить такие деньги вам сейчас вот здесь мужиков у меня по селу наиграет таких героев с ещё большим качеством, чем вот эти лицедеи. Поэтому сочувствующие тоже соучастники, я вас уверяю. И больше того, они соучастники будущих преступлений. Потому что сейчас тот, кто ещё ничего не совершил, наслушается, увидит, как друзья его могут защищать. И завтра сядет такой же, в таком же виде. В таком же виде. Поэтому, честно говоря, ну жалко Ефремова. Убийца ли он? Убийца. Есть ли у него соучастники? Полно соучастников. В том числе и я, который вот видел этих берущих взятки полицейских, видел их номера. Но никому ничего не сообщил и не рассказал. Хотя и ничего не сделаешь. Кто докажет, что это было? Поэтому, дорогие мои, у нас сокращение такой гибели может быть только, если мы все сами начнём ценить свою жизнь и жизнь окружающих. У нас с этим проблема. Я читаю фейсбук, свою ленту, и у меня ужасает постоянное желание кого-то за что-то убить. Кого-то за что-то наказать. Кого-то за что-то изничтожить. Как индивидуально, так и группами. Мы готовы жертвовать тысячами, миллионами и как хотим. И от этого теряется ценность. Как личной жизни, так и коллективной. У нас уже целыми группами начали называть доживающих, которые уйдут и никому не жалко. Быдло. В последнее время модно стало в некоторой элите, что тоже погибнет быдло, и что его, жалко что ли. Так что над темой в этом ключе, которым сейчас её рассматривают в связи вот с этой гибелью, надо задумываться глубже. Глубже. И ответственных искать везде. Везде. Хотя можно всё свалить на Ефремова. Что он пьяница, он самоубийца. Такие редко встречаются. Ну а это уже и вообще вопрос Бомонда. Бомонд, вы знаете, он... Я вам ещё могу назвать, кто, где, в каких авариях, в нетрезвом виде побывал. И самое интересное, что в конечном итоге их тоже оправдали от того, что они это свершили. Так что давайте думать. И ценить жизнь других и ближних. И свою, конечно, ценить. Потому что это ещё и форма самоубийства. Не только убийца, но и самоубийца. Дай Бог, чтобы этот случай его спас, Ефремова. Потому что есть явный шанс остановиться от этого пьянства, наркомании. И стать человеком. В тюрьме посидеть. Ну что, из тюрьмы тоже люди выходят. Он воспитывался в массе гениальных актёров. В своё время, которые вышли из этой тюрьмы и остались людьми. Можно и посидеть. Для общего блага. Так что здоровья вам всем. Целостности на дорогах. Ну и... Цените жизнь. Цените жизнь. Аминь.